МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире очередной выпуск программы Акцент. Я ее ведущий Юлия Лаев. И сегодня мы беседуем о политике с человеком, который в этой политике, в этой сфере, можно сказать, съел не одну собаку. Это сенатор, как в просторечии говорят, а официально член Совета Федерации, то есть Верхней Палаты Российского Парламента, член Комитета по международным делам Олег Викторович Морозов. Здравствуйте, Олег Викторович. Спасибо, что нашли время. Спасибо, что позвали. Да, для нас. И, если позволите, давайте без раскачки. Вы, конечно, смотрели прямую линию. Смотрел, в этот раз смотрел от начала до конца. Прекрасно. Можно в сжатом виде впечатление, что показалось наиболее важным, произвело наибольшее впечатление, ну и общая тональность, как на ваш взгляд? Неожиданную вещь скажу. Вообще, мне кажется, что это превратилось в некую политическую традицию, которую заложил сам Путин. И, поскольку это традиция, что-нибудь такое, что-нибудь такое этакое сделать, ну, в общем, довольно сложно. Чтобы больше перца. Ну, мы всякий перец видели на этих встречах. Мне кажется, что сценарий этой встречи был, может быть, наименее смоделированный. В самом хорошем смысле этого слова, потому что понятно, что там были модельные вещи. Ну, известно же, что какие-то сюжеты готовятся заранее. И, наверное, даже президент уговорит, вы знаете, с вами будет контакт вот такого, сюжет будет вот этому посвящен. Но представлять вот такую тотальную режиссуру, конечно, здесь невозможно. Поэтому все было достаточно традиционно. Но давайте поймем одну вещь. Мне кажется, что вот было первое послание из этих, вернее, прямой линии в 2001 году. И вот это. Мне кажется, что они такие пиковые. Потому что первое это было, когда вот Путин пришел и вообще чистый лист, и все трясется, все горит. Мистер Путин, как спрашивает. Это, во-первых, да и в стране беда, прямо скажем. Так вот, сегодня тоже это, во-первых, последний такой формат общения с народом, со страной перед грядущими президентскими выборами. Это общение в самой, может быть, напряженной социально-экономической ситуации. Мы никогда так не падали экономически. Никогда за последние путинские годы не было такого снижения реальных доходов населения, реального жизненного уровня. И при этом еще и рост того, что называется число живущих на низком социально-экономическом уровне. Там по-разному это называют. Уровень бедности и так далее. Тем не менее. Никогда не было такого жесткача в окружении. Потому, что вспоминают холодную войну. Мы с вами немножко ее помним. Но, мне кажется, да, было спокойнее, чем сегодня. В том смысле, что не было такой публичной, может быть, ненависти и такого абсурда. Ну, истерии. Истерии, да. Фактически истерии. Абсолютно истерии, да. Но эта истерия трансформируется ведь в действие определенное. Мы же понимаем, что это не просто так. Это и санкции и все остальное. Как бы к ним не относиться. То есть, надо понимать, что вот это общение со страной в очень непростое время, скажем так. И стране было очень важно увидеть. А что же все-таки, вот как держит президент этот удар. Как он руль-то в руках крепко, не скользит. Мне кажется, вот это был самый главный сигнал стране. Потому, что у нас традиционно в России, я тоже всегда это подчеркиваю, власть и страна. Это такие дистанционные вещи. Где-то там власть и вот тут страна, да. И вот этот формат, он позволяет Путину действительно вот раз и в течение этих часов просто стереть эту грань, выйти к людям и с ними поговорить. Причем на самые... Я вот сам себе задавал вопрос, могу вам его задать. От чего вот его еще не спросили? Такого, чего бы хотелось бы спросить, чтобы поострее поперчить эту ситуацию. И не спросили. Да, вот даже не знаю про что. Где бы еще так вот побольнее, чтобы поставить в какие-то более жесткие условия. Потому, что самое больное это зарплаты, это пенсии. Об этом, собственно, люди говорят. Жилье. Это бараки. Да. Это вот это аварийное жилье. Это реновация, которая кипит в Москве. Это все то, о чем говорят люди о том, что пишут. И плюс это строка. А вот, говорит, было и раньше. Ну, было, конечно, но так не было. Да, там... Там было все. Там было все. Там было все. Я такого не видел. И уходи, и надоел. И все это бежало. А знаете почему? Я подумал, думаю, что так все осмелели. А потом понял. Слушайте, ну, в другом мире живем. Открывай телефон. Смотри этот эфир прямой. А у тебя в твоей соцсети будет все то же самое бежать, что на экране. И уже ничего не спрячешь. Ну, смысла нет, да. Смысла нет. И потом это же показывает, с моей точки зрения, что, в принципе, власть, как говорится, не боится таких вопросов. Другое дело, что не обязаны на них отвечать на все. Ну, и не надо, потому что там же многое из того, что там было, это же не вопросы, это позиция. Ну, да, эмоционально. Ну, да, уходи, кому-то не нравится Путин. Да, и еще одна особенность этой встречи. Она, знаете, она проекция того, что есть, что показывает социология. Социология показывает совершенно фантастический разрыв в уровне доверия к президенту. Это просто я знаю по социологии. Ну, да. И к региональной власти. Там 40 пунктов. Отличие. И вот эта прямая линия, это показало с огромной силой. Нет, даже не порка. Порка, само собой, она, наверное, гораздо более крутая за пределами этих вне камер. А в том, что даже Путин, человек, который, ну, уж понимает, как это устроено, он же там пару раз говорил такие видео. Он говорит, подожди, мы же, я точно знаю, что мы федеральные деньги под этот проект отдали. Это бросилось в глаза. Как же так? Мы деньги дали, мы же договорились. Мы вроде как договорились, да? Что ж такое? И потом этот, ну, фейк вроде, сейчас он не подтвержден о том, что тут же после, там, разберемся со Ставрополем, что якобы написал в отставку губернатор. Да, это право, я вернусь. Да, ну, к тому, что именно так было воспринято, да, что, ну, да, после таких слов он там уже не усидит. Где деньги Владимир Владимирович, он спросил. Да, мы полный тюзка, да. Вот, может быть, так, если очень коротко. Все понятно. Наверное, да. Я, как и многие из тех, кто нас смотрит, я думаю, согласятся с вашими оценками, что это, конечно, была попытка стереть периодически возникающие ощущения дистанции, да, между потребностями страны и позициями властей. Конечно, обратил, вот я, например, обратил внимание, что очень много было именно про деньги, вот, собственно говоря, то, что вы сказали. Где деньги Зин, да, или где деньги Владимир Владимирович. И вы знаете, что меня поразило, я уж позволю себе здесь в режиме диалога немножко выступить. Вечером уже в программе «Время» показывают Ставропольский край, вот это как раз Краснокомский район, где там эта ситуация. Уже все туда приехали, полиция опрашивает, там все на месте, все хорошо, только губернатор не успел доехать. Но меня поразило, показывают какого-то чиновника местного, и он людям говорит, да нет никаких денег из федерального центра, да мы за счет вот краевого бюджета вам это вот все делаем. Ему говорят, как, вот там президент сказал, а он опять так настойчиво, да нет. И я тут, знаете, задумывался о концовке этой прямой линии, когда Путина спросили, у вас обманывали или нет. Думаю, вот этот не из этой ли оперы, что вроде бы деньги расписаны по росписям, по бюджетным, выделены. Они должны поступать, эти трансферы в регионы, но они где-то крутятся непонятно где, а до регионов так и не доходят. Ну, я думаю, что все-таки это, скорее всего, здесь, вот если иметь в виду смелость этого товарища, который говорил, что на самом деле это деньги другие, здесь может быть только один ответ, ведь там же, конечно, есть софинансирование, там есть деньги субъектовые и деньги... Ну, рубль на рубль примерно, да? Там по-разному, да, и те, и другие. Может быть, он имел в виду именно вот это, что вот этот данный конкретный объект предполагалось изначально, что он будет ремонтироваться за счет региональных, а не тех денег. Но мы с вами, я хочу вспомнить, что у нас два губернатора, если не ошибаюсь, два, получили выговор публичный от Путина ровно за это, ну, некоторое время тому назад, когда был разбор полетов по поводу денег, которые выделялись в субъекты федерации на аварийное жилье, и когда, видимо, Путину принесли картинку по ряду субъектов, и он как раз этот вопрос и был, он сказал, слушайте, вы же деньги получили, вы почему, у вас такое отставание в программе в этой, и два губернатора получили выговоры. Нецелевка, да. А один потом из них написал заявление об отставке. Возвращаясь к политической компоненте этой прямой линии, о которой мы сейчас с вами говорим, я на всякий случай напомню, может быть, кто-то только что подошел к экрану, мы обсуждаем с Олегом Викторовичем Морозовым, членом Верхней Палаты Российского Парламента, членом Комитета по международным делам Совета Федерации, и вчерашнюю прямую линию с президентом Путиным. Так вот, возвращаясь к политической компоненте, многие обратили внимание на то, как была затронута тема оппозиции, оппозиционных движений. Ну, понятно, что, к сожалению, сейчас все разговоры в оппозиции сводятся к митингам, к этим, к этим. К улице. К улице, да. Это, конечно, печально. Но многие обратили внимание на то, как Путин сказал по этому поводу. Он сказал, что вот эти вот организуются, организаторы этих акций занимаются самопиаром, да, и ничем больше. Ну, на мой взгляд, такая двойственная постановка вопроса. Это же часть работы политика заниматься самопиаром. Почему нет? Проблемы, и, кстати, как Владимир Владимирович об этом тоже сказал, что проблема-то в том, что нет программы реальной, да, что, что, вот не устраивает это, что предлагается взамен. Почему так происходит, я не могу понять. Вы меня извините, уважаемый телезритель, извините тоже за грубое, может быть, словцо, не для эфира, но я не могу другого слова подобрать. Почему мы из года в год, наверное, вот уже второй десяток лет, наблюдаем не только признаки импотенции оппозиции, да, неспособность предложить внятную, четкую, конкретную программу, которая, с их точки зрения, лучше бы отвечала устремлениям страны, ее развитию. И, как не было 15 лет ее, ну, не считая 500 дней, может быть, преснопамятного Явлинского, да, а сейчас вообще они все пропали. В чем дело? Ну, мне кажется, что это и так, и не так. С одной стороны, мы просто привыкли к тому, что вот та оппозиция, которая в парламенте, вот она занимается там какой-то своей парламентской оппозиционной работой, но при этом... Это вроде как не считается за оппозиционную работу. Вот вчера я с Геннадием Андреевичем был в прямом эфире у Владимира Соловьева, и Геннадий Андреевич, главное, что говорил, он говорил, ну, вот же у нас есть программа «Десять шагов», что вы из нее... Не берете. Да, он обращался к представителям партии власти, ну, отчасти и ко мне, там еще был Макаров и Яровая. Чего же вы не возьмете у нас из программы что-нибудь вот в программу действий? Элемент лукавства тут есть, потому что я сам однажды был в таком напряженном диалоге с Югановым, когда мы формировали очередной бюджет, и там была очередная программа КПРФ, и мы потом с правительством эту программу внимательнейшим образом изучали и взяли из этой программы ряд вещей, которые были реализованы в бюджете. И я, выступая в Думе, напомнил об этом Геннадий Андреевич. Я сказал, Геннадий Андреевич, ну вот же вы предложили, мы же учли, мы взяли. То есть мы, как большинство парламентское, не пропали в туне ваши дела. То есть я хочу сказать, что эта оппозиция есть. То есть, да, у нас так устроена политическая система, и так устроены последние ее результаты, что соотношение сил между партией власти и оппозицией сильно не в пользу оппозиции. Я, кстати, не хочу говорить, что это хорошо. Мой взгляд, да не очень хорошо. Да, наверное, чем острее конкуренция, тем лучше. Сами условия для конкуренции созданы, но, видимо, у оппозиции действительно пока еще нет вот этого потенциала для того, чтобы вот так жестко конкурировать. Есть другая оппозиция, которая, ну правильно, она же не представлена в парламенте в силу разных причин. Она выходила. Открытая Россия и Парнас, они были на этих выборах. Это братья, близнецы с теми, кто сегодня на улице. Но они получили свои полтора процента. Можно сколько угодно говорить про качество выборов, друзья мои. Но понятно, что эти полтора процента, они даже при всех претензиях к механизму, это не пять процентов, значит, они за барьером. Это оценка. Улица – это альтернатива. Это единственный способ вот сейчас заявить о себе как об оппозиции. Да, способ, он такой раздражающий, раздражающий власть. И когда Путин говорил про самый пиар, он, мне кажется, просто подчеркнул одну вот эту сторону, которая наиболее выпукло сегодня проявляется. Потому что эти лидеры, не предлагая, как вы правильно говорите, позитивные программы, тем не менее очень умело работают вот на площадке побузить. Бульон разогревается. Да, чтобы вот покипело и чтобы попугать, значит, власть, полицию на улице, граждан, которые находятся в этот момент на улице. Это у них получается достаточно хорошо. Это вопрос радикализации политической повестки? Это вопрос качества оппозиции, мне кажется. Потому что ничего плохого в этой улице, я, честно говоря, не вижу, кроме одного. Это попытка зайти за грань закона. Вот во всем остальном я вообще не вижу никакой проблемы. Ну, я не очень удобно об этом говорить, но могу сказать, что когда я работал в администрации президента, эти митинги проходили чуть ли не каждое воскресенье. И на улице Москвы выходило по 20-30 тысяч. И они перекрывали в ходе этих шествий бульварное кольцо. Вообще замыкали его. Это просто посмотрите на карте сколько. Это там 35-40 тысяч людей, которые идут по бульварному кольцу с лозунгами. Потом выходили на сцену, выступали. Но никого не били, никого не было эксцессов. Не винтили. Не винтили, потому что митинги были разрешенными. Люди выходили и высказывали свою точку зрения, недовольство властью и так далее. И это логично, нормально. Мне кажется, проблема именно в том, что все время идет балансирование на грани закона. Все время есть желание вот эту грань переступить и посмотреть. А как на это среагирует власть? Она спасует или она подвинется? Подвинется. Насколько подвинется. Вот здесь я вижу как раз подтверждение того, о чем говорит президент, когда он говорит, что здесь больше сама пиара, нежели желание предложить свою повестку и протест. Если повестка и протест, да хоть 40 тысяч, и пожалуйста, скажите, что вы хотите, как вы хотите. А главное, как. Да, да. Как это очень важно. Что мы более или менее представляем? Многие представляют. Ну да, что мы не понимаем, что... Как только доходит до дела, как это сделать, тут, конечно, сложнее. Еще один вопрос в связи с этим. Мне просто вот ваша личная, персональная точка зрения интересна. Я думаю, не только мне. Смотрите, вот у меня, по крайней мере, складывается ощущение, что вот этот молодняк, который выходит 12-го, до этого, 26-го марта, там тоже организовывались на овальном митинге, там было 87 городов. Здесь уже они заявили чуть ли не 120 с чем-то там. Кстати, в большинстве из них все это прошло вполне в рамках закона. Я читал тоже сообщения безо всяких эксцессов, да, и 2 тысячи выходило там в некоторых городах. Вот я о чем хотел спросить. У меня такое ощущение. Вот я не могу их идентифицировать. Понимаете, вот этот молодняк. Вот они кто? Я помню, были нацболы Лимонова, да, мы с вами прекрасно помним. Ярко выраженные оппозиции, да, там, опять же, можно по-разному к этому относиться, к их методам, но национал большевики. Уже заметно, да. Окей, были попытки ваших коллег, я думаю, что и вы причастны к этому были, создание, ну, как это принято называть, провластных молодежных движений. Это сначала наши, МГЭР, молодая гвардия Дина России. И вдруг в какой-то момент все это просто вот... И нет. Где МГЭР? Где наши? Ну, где нацболы, понятно. Часть из них еще сидит до сих пор, насколько я понимаю, да. Часть уже вышла, потому что там же были конкретные сроки. Мне кажется, там уже, по-моему, уже никто не сидит. Ну, наверное, уже да, потому что давно это было. Но и они, кстати, тоже пропали. И русский марш, и нацболы, и сейчас выходит какая-то масса молодняка. Вы вот сейчас упомянули Соловьева, вы у него были, да, вчера на программе. Скандал известный, да, вы знаете, этот скандал, который разгорается вокруг его высказывания, что там на Тверской бузили дети коррупционеров с айфонами в руках. Это, конечно, шокирующее заявление, с моей точки зрения. Но, по крайней мере, хотя бы Соловьев предпринял попытку маркировать их, как-то идентифицировать. Кто? Я не уверен, что он прав. Я думаю, многие не уверены, что он прав. Но я знаю, что многие согласятся с этим. С вашей точки зрения, что представляет собой этот марш? Сначала, куда делись нацболы и русские марши? Да. Они исчезли, потому что повестка, вся повестка, которую они когда-то выносили на улицу, она вся уже давно властная повестка. Потому что вот этот «за Россию обидно», «а нас вытирают ноги». Она уже повестка… Кроме одной позиции, по-моему, перебиваю, о государствообразующем русском народе. Да, ну, это, понимаете, это тоже можно обсуждать, но в России никогда это не стояло как проблема. Мы все-таки такой мир. Мы-то с вами это знаем, мы живем-то в Татарстане, поэтому понимаем, как на самом деле это устроено. И человек русский по крови, как я, к примеру, я совершенно себя комфортно. Мне не нужно доказывать, что я круче, потому что я русский, хотя я живу среди татар. Потому что я по-другому должен себя позиционировать. И если я в этом смысле вот такой русский, и меня уважают татарин, я гораздо больше в этом смысле русский, чем если я об этом буду орать на каждом перекрестке. Если меня уважают мои собратья, которые со мной живут рядом, но у них другая национальность. Что такое вот эти ребята? Я сегодня пытался ответить на это в разговоре с нашими студентами. Надо понимать, что вот вышло сейчас в активную жизнь поколение, которое не знает ни Советского Союза, ни 90-х. Это люди, которые выросли в благополучной путинской России. Они не помнят Чеченскую войну, они не помнят Дефолт 98-го, они не помнят, когда по 10 месяцев не платили зарплату. Они уже в другой, вполне нормальной, сытой, цивилизованной, демократической России выросли. И они прекрасно вместе с своими папами и мамами видят весь напор проблем, на которые им указывают те люди, которые сегодня оседлали этот протест. Нет коррупции? Да как же нет. Нет расслоения имущественного? Да полно. Все могут себя реализовать, получив образование в высшей школе? Нет. У всех нормально с рабочим местом? Они же дома с этим каждый день сталкиваются, с папой, с мамой. Значит, довольны пенсиями? Да нет. Набор проблем существует? Безусловно. И есть абсолютная потребность молодого человека в этой самореализации. Либо эту самореализацию обеспечивают властные структуры, общество как таковое, государство, если хотите. Тогда эта активность попадает туда. Но какая-то часть всегда окажется вне этого. Поэтому я бы не стал какие-то двойки ставить этим ребятам, которые вышли. Мне субъективная их позиция понятна. Они хотят показать, что они активны, они выросли, и они не согласны. То есть, вот смотрите, получается, я делаю вывод из того, что вы сейчас... Ну, они действительно благополучны. Только в этом прав Соловьев. Когда он сказал, я не знаю, дети ли они коррупционеров, они вполне в одно, что они дети коррупционеров. Но то, что они все с айфонами, это правда. Это правда, да. Ну, большинство во всяком случае. Да, большинство во всяком случае. Московская молодежь, да. Из того, что вы сказали, я вот делаю вывод, что на самом деле это не правые, не левые. Это не как у Шолохова, да, ты за большевиков, али ты за коммунистов. Это не из этого разряда. Это просто вот та поросль, которая, как вы подметили, выросла, в общем, более или менее даже тепличных, можно сказать, условиях, да. И вдруг нарвалась на то, что... Жизнь осложнее. Жизнь осталась, да. Вдруг возникли какие-то осложнения. И еще один момент, как мне кажется, важен. Ну, вот какая-то часть, если не большинство из тех, кто приняли участие, сознательно, не под уточки там, под какие-то, а осознанно приняли участие вот в этих акциях протестных и в марте, и вот на День России, они либо понимают, либо ощущают, да, вот кожей, или там, чтобы не сказать грубее, что заржавели социальные лифты, что у них вот в сложившейся структуре, в том числе экономической, может быть, главным образом экономической, вот как существует структура. И в социально-политической обстановке у них не очень много шансов для того, чтобы вот по этому, по этим социальным лифтам подняться. А я хочу уточнить. Мне кажется, здесь не совсем так. Ведь, смотрите, наоборот, ведь все, что делалось властью, скажем, с 2011 года, это была попытка как можно шире открыть политическую поляну, открыть ее, чтобы в нее заходили те, кого раньше туда не пускали партию создать, пожалуйста, значит, на выборы, на равных условиях с КПРФ, с Единой Россией, 14 партий имеют сегодня такое право, пожалуйста, выходи. И кто-то пошел, и кто-то себя в этом реализовал какой-то, получил в этом успех, в том числе совсем не обязательно со стороны власти. Особенно это заметно вот на региональном, на муниципальном, в Москве там это очень заметно. Но у одного это получается, у другого нет. Один находит этот вариант для саморизации, другой нет. Один находит ответ на этот вопрос, я не смог, потому что мне не хватило для этого ума, таланта, способностей, упорства. А другой говорит, мне для этого не хватило того, что мне кто-то не... Не подсадили меня. Не подсадили, да, не толкнули. И тут же они получают этот ответ. К ним приходит вот этот вот опытный, достаточно опытный игрок политический, который говорит, друзья мои, есть один способ этой реализации. Вот этих всех, кто там, надо немедленно совмести, и тогда все будет хорошо. Да, да, конечно. Дело в том, это очень хорошо работает, и мы с вами это знаем по общей человеческой истории. Ведь на самом деле нет простых решений, простых ответов, но их всегда предлагают. И это очень хорошо воспринимает. Когда тебе говорят, все, дело только в этом. Все очень просто, ларчик открывается просто. Вот так. И для этого нужно просто вот этих поменять, вот этих смесить. Ну, и, в общем, опыт переворотов или революций, как он как раз и показывает. Ровно так устроен. Да, да, да. Я говорю всегда об этом. Знаете, не надо изучать опыт далекий. Вот, посмотрите, через забор. Вот он, за забором этот опыт. Сейчас я не хочу препарировать украинскую ситуацию. Я говорю вот по факту о результате. Страна развалилась. В результате всего этого развалилась страна. Первое. Второе. В ней проливают в огромном количестве кровь. И там гибнут люди. В результате вот этого всего. Там же гибнут тысячами люди. Два. И там кошмарная социально-экономическая ситуация. Вот результат. Ну, там не хотелось бы проводить аналогии с Сомали, например, или с какими-то другими такими же государствами. Да, Fairest States. Им крупно не повезло, я считаю. Ну, на самом деле, давайте не будем углубляться в эту тематику, потому что это очень большая, больная отдельная система. Безусловно. Я, например, абсолютно не злорадствую. Наоборот, просто говорю. Я просто предлагаю посмотреть на это как на тот результат, который по факту имеет место. Это один из возможных результатов. И оппоненты вам сейчас, конечно, скажут. Я вот сейчас их устами говорю, что это страшилка. Это страшилка. И это всегда нас пугают этим. Ребята, если вы сейчас покуситесь на что-то там сдвинуть тех, кто у власти, то это приведет, вот смотрите, что на Украине. Но мы можем сказать, что там есть примеры Польши, есть примеры Чехии, где, слава богу, не так это пошло, да. Прошло не так, да. Хотя не сказать, что там тоже все без проблем. Бальцирович в свое время очень лихо начал, да, с чего Явелинский свои 500 дней и слямзил, извините меня за непарламентское выражение. А потом все пошло не совсем так здорово, да. И не случайно польский сантехник стал символом для всей Западной Европы вот этой вот дешевой, бесправной рабочей силы. Ну, по крайней мере, там обошлось без крови. Без крови по сравнению с украинской. Я, может быть, неправильно выразился. Я ведь не против того, чтобы власть менялась. Наоборот, наверное, ну, во-первых, она так и так будет меняться, куда мы денемся. Вопрос ведь в другом. Вопрос в том, как и вопрос кто, да. И если у большинства граждан в стране нет понимания, как, что вместо и кто вместо, а такого понимания, мне кажется, нет, ну, по крайней мере, так показывает и социология, и все остальное, в этом только опасность я вижу. И я хочу подчеркнуть свою мысль. Я не вижу опасности в том, что есть уличные формы протеста. Это абсолютно нормально. Нет такой проблемы. Да она не сопоставима вообще с тем, что было на нашей с вами памяти буквально три года тому назад. Вот, четыре-пять. Я уж не говорю о том, что было в девяносто первом, например. Ну, там миллионы выходили на улицу. Да, да, там совсем другая ситуация. Я хотел бы задать один вопрос, касающийся, вот, как принято говорить, чистой экономики. Вы все-таки занимаетесь, много лет и занимались. В той мере, в какой это требуется законодателю, да? Ну, конечно, конечно, да. У вас репутация одного из наиболее эффективных лоббистов татарстанов и в Госдуме. Я еще к этому вернусь, с вашего позволения. Вот нам сейчас и Путин во время прямой линии, и Медведев неоднократно за последние, там, пару недель, месяц, два, может быть, заявляли, что экономика России вышла из стадии рецессии, начался пока недостаточный, но, тем не менее, рост. Чуть-чуть. Да, чуть-чуть. Уже вроде бы не в пределах статистической погрешности, а какой-то реальный рост. Вот с вашей точки зрения, мы здесь не занимаемся неким самоуспокоением, потому что, ну, мы же понимаем, что если в бюджетные проектировки и в принятый в результате бюджет федеральный закладывалась цена за баррель 40 долларов, а она реально гуляет на уровне 56, и вот только недавно опустилась ниже 50, какие-то пошли тенденции, то, конечно, этот пересчет в рублевом эквиваленте дает нам дополнительные доходы, дает нам показатели роста ВВП. Скачок в аграрном секторе, который можно только приветствовать, это тоже вполне объяснимо, раз мы закрыли свои рынки контрсанкциями, и, слава богу, последовательно оказываем поддержку, скажем, животноводческой отрасли, прежде всего, птицеводству, которое уже все заместилось. То есть, эти вот фрагменты есть, но вот это успокоение, да, ну, мы начали расти, ну, мы начали расти, для того, чтобы мы не отстали или перестали отставать, да, от развитого так называемого мира, нам надо расти темпами 5-7% в год, а не 1,5-2%, на что мы рассчитываем, или там 2,8% максимум. Нет ли у вас ощущения, что у власти, и у вас, как представителя власти, одного из представителей власти, на сегодняшний день нет не только консенсуса относительно того, как развиваться, но и вот горизонта видения, который простирался бы за ближайшие 5 лет, за ближайший электоральный цикл. А как китайцы нас учат? Через 100 лет, как они там говорят, вот это мы планируем, через 50 лет у нас будет, вот это через 100 лет. Как вы можете прокомментировать это? Смотрите, я уверен, что никакого шапка закидательства во власти нет по одной простой причине, что и повода нет, и невозможно это представить, да, в словах. Извините, я немножко не то имел в виду, наверное, я неправильно выразил. Я ведь не имел в виду, что власть, там нормально, ну, вы же все взрослые, серьезные, умные люди. Это надо понимать, что дураков-то, в принципе, во власти нет. Есть люди более ограниченные, менее в том смысле, что узкие специалисты, как флюсы. Это другой вопрос. Я-то имел в виду, что вот этими успокоительными заявлениями расхолаживают народ. Я как раз хотел сказать про успокоительные. Например, у меня-то, я полон беспокойства. Это хорошо. Я полон беспокойства. Думаю, что и президент полон беспокойства. Ну, не сопоставляю. Просто я понимаю, что у него-то уровень ответственности просто колоссальный. Кстати сказать, по-моему, было заметно. Да. И президент, ведь, когда говорил, он все время очень сдержан был, слава, он говорил, вот мы чуть-чуть начали, вот мы там... Он констатировал факт. Не более того, он не создавал иллюзий, не создавал какого-то избыточного оптимизма. ну, вот пока... Ну, мы действительно падать перестали. Мы перестали... Давай так, перестали падать. Хорошо, да. Перестали падать, стали немножко разными. Поэтому вот здесь как бы констатируется факт. А второе, я с вами соглашусь. Причем, это даже не обязательно нужно, здесь мое согласие, я тут ссылаюсь на президента. Мне кажется, что страна перед развилкой, или там даже, может быть, не развилка, там очень много всяких вариантов. И вот то, что идет эта дискуссия, частично при которой мы присутствуем, да, вот Кудрин, Клазин, Титов, разные проекты, программы. Это все говорит о том, что действительно идет поиск вот этой модели успешной, которой нужно двигаться и по варианту, которой надо дальше идти, принимать решения. Мы чего хотим от власти? Вот здесь вот вопрос риторический к нам обоим. Мы хотим какого-то решения, которое, мы точно знаем, что оно правильное, безошибочное, мы хотим, чтобы в результате этого решения был рост в 3-5%, как минимум, да, ну, 3 говорят, говорят, что 3 просто это как минимум для того, чтобы не выпустить из общего, из этой общей конкуренции. А ответ-то есть? Вот, мне кажется, что и опрометчивый ответ это очень большая опасность, потому что цена слишком высока и ошибка может завести не туда. Там, пойдем по варианту Кудрина, и, да, вот видите, как у вас, у вас сразу... У меня на Кудрина специфическая реакция. Нет, я как раз поэтому и эту красную тряпочку ей помахал. Да. И нас куда-нибудь в очередной раз это заведет. И Глазьев страшит, да, со своими триллионными эмиссиями. Да, Глазьев говорит, давайте, не бояться инфляции, там, мы говорим, что 4% инфляции это достижение, а Глазьев говорит, что и не надо. Давайте, значит, вот мы через эмиссионное финансирование тех или иных проектов, значит, будем... Проектный финансирование. Да, Проектный финансирование. Ну, это тоже известная идея. Вы знаете, вот, поскольку решения нет, и у меня нет пока, у меня есть какие-то свои представления о том, как надо делать, и я эти представления в том или ином виде доношу до тех, кто принимает решения в том или ином виде. Но это не факт, что я тоже гарантирован от ошибки, например, я считаю, что одной из мер, которая решила бы проблему самозанятости, было бы использование известного европейского опыта послевоенной, когда малому бизнесу обнуляли все налоги, давали абсолютно льготные условия для аренды помещений чуть ли не бесплатно. Идея очень простая. Сам зарабатывай, а мы будем с тебя деньги брать только за счет подоходного налога. Зарабатываешь миллион в месяц, отдай 130, 130 тысяч в казну и, не знаю, проблем. Больше мы с тебя ничего не хотим. Соблазнительные идеи, мне кажется. Зарабатывай сам, создавай рабочее место и так далее. Возражение Кудрина, кстати, я с ним был в диалоге по этому вопросу. Он говорит, у нас под малый бизнес запишутся все. Это вопрос администрирования. Это должны органы власти, которым это положено, администрировать так, чтобы Дорильский Никель не превратился в малое предприятие. Если вы мне задаете вопрос, можно ли это сделать, я думаю, что можно. Второе возражение. Мы потеряем налоги, которые собираем сегодня с малого бизнеса. Слушайте, доля этих налогов такова, в общем, объеме налоговых поступлений, что их запросто, можно сказать, ну, хорошо, потеряем. А давайте мы их компенсируем через другое. Через ту продукцию, которая будет создана и пойдет на рынок. Через рабочие места, через заработок этих людей, которые отстанут от государства. Но фокус-то в том, Олег Викторович, что у нас финансы рулят реальной экономикой, а не наоборот. И фокус, и проблема в этом. Я сейчас завершаю свой монолог. Я бы не стал сейчас оттребовать от президента готовых ответов, потому что я думаю, что он еще находится в стадии... У него их тоже нет. Да, он находится в стадии размышлений. Мы его куда гоним? В какое решение? Чтобы он нам сказал, и мы поверили, и побежали, а потом выяснили, что это не совсем то, что мы хотели. А он-то в любом случае, я возвращаюсь к первому вашему вопросу, к посланию, к общению с СССР. Как раз к посланию. Ему предстоит послание, последнее перед выборами, и выборы. Я полагаю, что он идет на эти выборы. А следовательно, он пойдет на эти выборы с программой. И вот там, от этого вопроса, который вы мне задаете, уже не уйти. Там эту программу, этот проект будущего придется стране предъявлять. И я очень надеюсь, что она будет представлена. Будем надеяться. на этом позвольте общеполитическую часть закончить. Но у меня есть два вопроса, более, скажем, такого частного характера. Я уже упомянул, да, в ходе нашей беседы, что у вас репутация, или, может быть, даже сказать, слава одного из наиболее эффективных лоббистов той территории, от которой вы избирались. Это было в течение 15, по-моему, лет. Больше, куда уж. Я только 18 с лишним лет в Думе. Вот я Думск, 18, да, я 15 там насчитал. Вот видите, как. Это лесная такая репутация, конечно, но я так понимаю, что вы довольно много привели в челны каких-то инвестиций в свое время. Я сейчас не буду, тем более, под телекамеры допытываться, как это делается, да, механизмы. Главное, что это делалось. Но сейчас вы в Верхней Палате Парламента эта история с лоббированием интересов Татарстана в прошлом? Нет, вы знаете, ну, как эта миссия любого представителя региона, особенно вот в этом качестве, даже в части депутатства в этом плане все-таки там другая, тебя выдвигает политическая партия, ты часть определенной фракции, там есть свои правила, да, поведение. Ну, и уж честно могу сказать, что часть моих лоббистских достижений, успехов, было связано еще и с тем, что я занимал определенные должности высокие в Государственной Думе, что тоже увеличивало эти возможности. Ну, Совет Федерации здесь еще более жестко тебя привязывает к территории. Но, почему сегодня есть и положительная, и минусовая сторона этого дела? Положительность в том, что лоббизм, вот в таком прежнем его понимании, он уходит в прошлое, потому что все становится прозрачно, по телефонному звонку добавь денег, ничего не решишь, и лоббизм используется к тому, как ты умеешь работать с законодательством, как ты умеешь работать с бюджетом, как ты умеешь... С подзаконными актами. С подзаконными актами и с властными структурами. И здесь, и здесь моя должность ничего не поменяла, да, наоборот, этот опыт, который накопился, он для этого сегодня предназначен. Но давайте честно скажем, что сегодня главным лоббистом интересов республики на федеральном уровне является президент республики Татарстан. Фамилия его известна Миниханов. Моя задача, и в этом зачастую и есть моя работа, когда я знаю, что делает Татарстан в федеральных органах власти, какие он задачи решает, и где там моя миссия и функция. Она гораздо менее публична, чем это было вот в Те... В Думе. В Думе, да. Но когда мы обсуждаем с президентом, а он мой работодатель, он же мне направил в Союз Федерации, я с ним эти вопросы верю. Он говорит, нам нужно, условно говоря, чтобы такая-то поправка прошла в таком-то законе, потому что это связано вот с тем-то и с тем-то. И дальше целая цепочка, которые выходят на интересы наших предприятий. Я не буду говорить о конкретном законе, который недавно принимался в Государственной Думе, потом в Союз Федерации, где была ровно такая история. И закон этот шел непросто, и закон этот тонул в Государственной Думе, и поправка это была изначально непроходима, а потом все прошло как надо. И здесь нет ничего выходящего за правила, абсолютно законные правила поведения, когда ты доказываешь, что это надо, потому что это правильно, а не потому что это нужно Татарстану. Это и нужно Татарстану в том числе. И как результат это реализация той задачи, которую перед тобой поставили, и задача интересов нефтяной, прямо скажу, отрасли Республики Татарстан. Ну, если бить ввиду конкретно о данном законе, о котором я говорю. Ну, понятно, да. По нефтянке у нас, конечно, периодически игр происходит НДП и там увеличить. Качество наше нефти, новые месторождения, которые мы разрабатываем. Сколько мы будем там в Урлс иметь доли, подливать и так далее. О работе, о части вашей работе. Если я правильно зафиксировал, мы с вами в Фейсбуке время от времени общаемся, иногда даже я какие-то там себе шпильки позволяю, я надеюсь, не в обиде. Это похоже на меня? Что я могу обидеться? Ну, в общем, кто вас знает, Олег Викторович? Люди... Во-первых, люди разные, во-вторых, они меняются. Я толстокожий стал за длинное время жизни в политике. Если в политике быть истеричной девушкой, то не справишься ни с чем. Да, согласен. Здесь надо иметь определенный кожаный покров. Это точно. Но это частности. Так вот, если я правильно зафиксировал, вы аккаунт в Фейсбуке завели где-то чуть меньше года назад, по-моему, или уже больше, в мае. В мае. В один раз меня заблокировали, я был вынужден просто поменять. Где-то вот так вот. И так как я сам, как вы знаете, довольно активный посетитель, и тоже имею аккаунт в Фейсбуке, я наблюдаю и вижу, что вы посетите, как принято сейчас говорить, довольно часто. Причем, в отличие, скажем, от Пушкова, вашего коллеги по Международному комитету только в Госдуме, вы выходите вот за рамки, казалось бы, своего там, то есть, тематики международной. У вас довольно много таких эмоциональных постов, касающихся внутренней политики, вот даже каких-то отдельных эпизодов. Скажите честно, или там признаетесь, или не признаетесь. Это вот входит в ваши должностные, это часть вашей работы, или это такое вот, не могу молчать, вот такое хобби. Правда, что ли, есть такое ощущение, что это может быть частью работы? Ну, я, например, абсолютно уверен, что вот у упомянутого Пушкова это гарантированная часть работы, потому что я очень внимательно слежу за его твитами, он еще и в Твиттере ведет аккаунт, и в Фейсбуке. Это абсолютно точно его работа. Ну, смотрите. Потому что он, вот он локализован вот на этих проблемах, и я понимаю, что он, допустим, если он твит пишет, там, а-а-а, там, коми, мы вот, мы уже готовы, ну, и Симоньян тоже примерно такие же штучки там пишет, я понимаю, что вот он рупор, он рупор, как минимум, Международного комитета Госдумы. Он озвучивает... Но сейчас он уже в сайте федерации, но имеется в виду, он был в президенте комитета. Ну, да, был, да, да. Ну, смотрите, ну, вот честно, на камеру и вам, ну, во-первых, никто в жизни мне никогда не сказал, веди страничку в Фейсбуке. Вот это интересно. Никто, не Володин, мой бывший начальник, не Валентин Иванович Матвиенко. Не, ну, это могло быть, вот вы сели там где-то на фракции и сказали, да нет, ребят, нам надо поактивнее. Единственное, что всегда мои начальники, поскольку они люди действительно хорошо понимающие, как это устроено, они всегда говорят, что, ребят, чем вы активнее, ну, каждый из вас, тем лучше, да? Конечно. Ну, вот чтобы кто-то меня контролировал, кто-то мне говорил, это пиши, это не пиши, да ну, даже близко. Нет, 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 я так вопрос не ставлю. Нет, поэтому это, нет, это мое личное желание оставаться в публичном пространстве, находиться в диалоге с людьми, которые меня знают, кстати, с Республикой, в первую очередь, в том числе, потому что у меня очень много подписчиков из Республики и реакция. Что естественно. Да, из Республики очень часто я ее вижу. Вот. Ну, потом мне важно просто эту публичную позицию сохранять, потому что я считаю, что вы же спросили меня, а как вот ты реализуешь в том числе задачу своего представительства от Республики. Мне кажется, если я человек публичный, если я человек, ну, допустим, эффективный, если моя позиция известна в том числе в Республике, к примеру, то я это, в этом смысле, это часть моей работы. Но это абсолютно моя инициатива. Я так реализую свою задачу, как, потому что есть еще одна вещь, работа в Комитете по международным делам, она во многом теньвая. И она напрямую... Не публичная, скажем так. И она же не касается вот напрямую Татарстана. Но я встречаюсь с сенаторами из Франции, и мы говорим о том, как разрешить проблему Крыма в перспективе. Или как будут строиться наши межпарламентские контакты в условии, когда есть санкции. Или когда их... Они съездили в Крым, а потом им говорят, мы вас не пустим на Украину, да? И мы это обсуждаем. И вы знаете, как это обсуждение иногда происходит, во-первых, один на один или два на два в закрытом режиме. И люди говорят вещи, которые он никогда не скажет на камеру. Публично. Но это моя работа как члена комитета Совета Федерации по международным делам. И если мы находим большее взаимопонимание с сенатом Франции, что сегодня, кстати, происходит, с Бундестагом, с австрийским парламентом, я называю просто страны, где я был, с Португалией, где я был, это с теми парламентами, с которыми мне довелось вот так вот работать напрямую. Так я считаю, что это часть моей работы. Я работаю на страну. И поэтому для меня мой ТВИ, мой Фейсбук, это некая самореализация, это продолжение моей политической работы, публичной, которая имеет телевидение, радио, мои публикации в газетах. Присутствие в медийном пространстве. Да, присутствие в медийном пространстве. Оно достаточно большое для сенатора. Я там хожу в двадцатку самых цитируемых членов с этой федерацией. За медиалогией я тоже слежу. Ну и последний, наверное, на сегодня вопрос уж сугубо личный. Правда ли, что вы коллекционируете игрушечных бегемотов? Вы, наверное, в 2008-й, кто задал мне этот вопрос. Да, я отвечу на него. Значит, история очень простая. Когда родилась моя первая дочь, и когда она стала более-менее осознавать мир и уже перемещаться ногами, мы пошли с ней в магазин. И я сказал, Ариша, вот магазин, вот любой каприз, я куплю тебе все, что ты захочешь. Счастливый ребенок. Она показала пальцем на рыжего бегемота с такими зелеными глазами и сказала, я хочу это. Я сказала, давай куклу. Она сказала, нет вот это. И так появился первый бегемот, потом второй, третий, потом почему-то прошла уже молва, что я их собирал, я их и не собирал. Мне их стали дарить. И вот эта история длится. Я уже давно не собираю бегемотов. Они приходят сами в мой дом, потому что мне их продолжают дарить, привозят из различных командировок. Приезжает мой друг из Африки, где-то был в Танзании, и говорит, слушай, а у тебя есть танзанийский бегемот? Я говорю, нет, вот тебе деревянный танзанийский бегемот, который, значит, опять пополняет. Так что коллекция живет помимо меня. Да, это такой достаточно выразительный пример, как тенденции могут из единичного случая возникают тенденции, а потом эти тенденции начинают развиваться. Счастью жизни становится. Да, помимо нашей воли. Олег Викторович, спасибо огромное за ответы, за то, что мы с вами так детально, я считаю, и откровенно поговорили по не самым простым вопросам. Я хочу только напомнить телезрителям, что это была программа Акцент. Меня по-прежнему зовут Юрий Алаев. А гостем студии сегодня был не только сенатор, не только один из наиболее эффективных лоббистов интересов Татарстана в Государственной Думе и в Верхней Палате Парламента России, но и выпускник Казанского Государственного Университета из фака Казанского Государственного Университета Олег Викторович Морозов. Спасибо огромное. Спасибо взаимно. Я надеюсь, что мы еще с вами встретимся здесь. Приглашайте. Всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова